Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертую главу «Песни песней». В предыдущей главе мы были свидетелями какого-то странного, необычного шествия, триумфального входа царя в его столицу. Здесь мы слышим голос возлюбленного. Он преисполнен восхищением, он созерцает красоту своей возлюбленной и как увертюра звучит восклицание. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные, под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждого пара ягнят, и бесплодный нет между ними, как лента алая губы твои и уста твои любезные, как половинки гранатового яблока ланиты твои, под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных, два сосца твои, как двойня молодой серны, пасущиеся между лилиями». Это восклицание, восхищение перед красотой возлюбленной представляет собой описание ее портрета. Но при этом это не совсем описание портрета, потому что выделяются какие-то отдельные элементы. Во-первых, мы видим глаза, глаза голубины, и здесь мысль и образное воображение жениха совсем не похожи на наше с вами, потому что мы сравниваем подобное с подобным, мы хотим сравнить красоту с красотой. Но здесь логика совершенно другая. Здесь есть восхищение, и в памяти всплывают образы, которые тоже вызывают восторг и восхищение. Поэтому здесь не обязательно есть какие-то прямые сравнения, сходства, а восхищение вызывает нечто еще большее, достойное восхищение. И поэтому все образы здесь сосредоточены таким образом, чтобы просто передать эту симфонию чувства, которое преисполняет сердце возлюбленного. И здесь мы видим образы животных, образы из мира архитектуры, башня Давида, украшенная щитами, знаки побед царя Давида. Конечно, речь идет о шее возлюбленной, такой же прекрасной, как это архитектурное сооружение, и также как башня Давида, она украшена подвесками, и все кольца, которые он видит на шее, они как щиты сильных. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мировую, на холм Фимиама». Здесь мы слышим голос возлюбленного. Он сам себе повторяет те слова, которые до этого мы слышали в устах возлюбленной. И здесь образ любви, который вторит каждый из участников этого таинства, повторяет слова своего друга, так же, как в предыдущих главах невеста говорила о горе мира, о холме Фимиама. Так же и здесь она его звала, «Приди», и он отвечает, «И вот я иду, я пойду на гору мирову, на холм Фимиама». Мы не знаем, где это находится, какое это географическое обозначение. Оно известно и понятно только двум возлюбленным. Это язык любви, язык недоступный для посторонних. «Доколе день дышит прохладою», те же самые слова, которые произнесла невеста. Вот уже наступает вечер, и поэтому она зовет жениха прийти к ней. И вот он отвечает, «Вот я иду». В следующем стихе мы опять видим и слышим голос возлюбленного, который объясняется в любви и восхищается своей невестой. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною, сливана, невеста, со мною иди, сливана, спеши, с вершины Амана, с вершины Синира и Ермона, от логовища львиных, от гор Барсовых». Первые слова «вся ты прекрасна, возлюбленная моя» тоже повторяют слова невесты. В самом начале она о себе говорит «черная, но прекрасна». И это слово звучит как рефрен «ты прекрасна, ты удивительна». И это как слова, которые Бог произносит в начале сотворения мира. Первое, что говорит Бог, он находит этот мир прекрасным. Он видит Адама и видит, насколько он совершенен и прекрасным. И поэтому чтение песни-песни, как истории любви человеческой души и Бога, позволяет нам здесь услышать голос Бога, который признается в любви к своему творению. Он видит нас прекрасными. «Пятна нет на тебе». Пятно – это, конечно же, какая-то тень эгоизма, замкнутости в себе, которая омрачает творение. Но Бог этого не видит. Он видит творение таким, каким он его сотворил. Он видит совершенным и без всякого пятна. Географические названия, которые здесь упоминаются, тоже погружают нас в мир поэзии. «Ливан», конечно, созвучен с Ладаном, с Фимиамом. Это одновременно и географическое название, но прежде всего облако этого Фимиама, как образ чувств, поэзия любви. И здесь впервые произносится новое имя возлюбленной. Здесь оно называется невестой. Причем не говорится «невеста моя», говорится «невеста», «супруга». Тоже то слово, которое апостол Павел употребит применительно к церкви. Церковь – это супруга Христа. И точно так же, как жених здесь говорит невесте, «приди», «приди со мной», этот же самый голос мы услышим в книге «Откровение», где жених и невеста произносят эти слова «приди», и ответ «сегриду скоро». Поэтому образ Ливана здесь возвращает нас к Фимиаму и к обстановке храма, богослужения, и, конечно, к атмосфере божественного присутствия. Спеши, торопись, спускайся с вершин Амана, с вершин Синира и Иермона. Эти географические названия тоже здесь выполняют поэтическую функцию. Не нужно думать, что это какие-то собственные географические названия. Немножко так же, как для нас «Таити» или «Остров Бали» — это некий скорее поэтический образ, чем конкретное географическое название. Так же, как про шампанское мы говорим «Вдова Клико», имея в виду, что это какое-то лучшее шампанское. Точно так же, когда в Библии говорится «роса Ермонская», то это не означает, что это именно та роса, которая выпадает на горе Ермон. Это означает самая лучшая, божественная, непревзойденная роса, роса Ермонская. Так же и здесь эти названия выполняют функцию создать атмосферу чего-то божественного и совершенно превосходного. Вершины Амана в греческом тексте переводятся как вершины любви, верности. И поэтому доверие. Слово Аман, как и слово Аминь, означает любовь и верность, истинность. Почему нужно спешить и спуститься с этих гор? Потому что это горы одиночества и горы, где тебя подстерегает опасность. Вот здесь возникает образ львов, потому что это место, где львы себе сотворили логовище. Это горы леопардовы, барсовы. Эти хищные животные могут повредить хрупкой возлюбленной. И поэтому он зовет «Спускайся скорее вместе со мной с Ливана». Пленил это сердце мое, сестра моя, невеста. Пленил это сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста. О, как много ласки твоей лучше вина, и благовоний масти твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплят из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Опять же, слово «Ливан» означает «ладан», благоухание «фимиама». И одежды прекрасно и внушают любовь, мир, доверие, точно так же, как благоухание «ладана». Невеста здесь называется «сестрой». Этот образ заимствован из любовной поэзии Ближнего Востока. Очень часто невеста называется «сестрой». Нам это может показаться немножко странным, но действительно, это сестра моей души, возлюбленная моя, мое альтер-эго. Как Адам называет Еву, она для него в каком-то смысле и дочь, и сестра. И сила любви, которая веет от присутствия невесты, окончательно покоряет сердце, побеждает сердце. Один лишь взгляд, одно лишь кольцо на ожерелье, одна лишь ласка и нежность окончательно побеждают сердце, и поэтому здесь буквально пленила, победила ты сердце мое. Это как будто возглас Бога, который признается в любви к своему творению. Это может показаться странным, но именно таким представляется нам Бог-Отец в устах Иисуса Христа. Бог, способный к состраданию, Бог, способный рыдать над горем своих возлюбленных. И одновременно Бог, который испытывает изумление, который способен радоваться и веселиться, и ликовать от одного грешника, принимая в свои обители. Когда в «Песне песни» говорится о ласках, и мы с вами видели этот образ в предыдущих главах, здесь тоже образ любви, которая лучше вина. И слово «вино» в еврейском языке означает 70. Если согласные звуки, которые образуют это слово, сложить в их нумерологическом значении, то мы получим 70. И буквально это означает, что твоя любовь, она прекраснее, чем 70 народов, которые описаны в книге «Бытия». Все народы Земли не сравнятся рядом с тобой. И завершается поэма с совершенно изумительным образом женской красоты и любви. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонними деревьями, мира и алой, со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодезь живых вод и потоки сливана». Этот образ получит очень широкое распространение в христианской традиции. Образ сада, который в действительности является образом рая, является венцом всего творения. Весь сотворенный мир не сравнится с красотой рая. Сад — это некая квинтэссенция творения. Он прекрасен, потому что в глубине этого сада, закрытого сада, для которого нет доступа для посторонних, именно таким Бог создал Адама, как заключенный сад. Адам не принадлежит никому, кроме Бога. В нем цветение жизни возможно, потому что в глубине скрывается запечатленный источник, некий колодец, о котором никто не знает, который скрыт, но о его присутствии говорит буйная растительность, благоухание деревьев, сладость плодов. И поэтому все эти образы возвращают нас в атмосферу рая, райского сада. И в христианской традиции он применяется в Божьей Матери, в частности, в Акафисте Благовещения и в праздник Благовещения, в литургических песнопениях. Очень часто возвращается этот образ заключенного сада, колодца, источника. Более того, из этого колодца текут потоки воды живой, которые животворят все. Все эти образы мы с вами встречали в Евангелии, в Новом Завете, и они очень важную роль играют во всей литургической традиции. Завершается эта глава призывом ветра. «Поднимись, ветер, с севера, принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». Эта прекрасная нота, как некий заключительный аккорд, венчает эту поэму благоухания, красоты. И здесь мы видим, что соединяются вместе образы поэтические, образы литургические и образы, заимствованные из премудрости, потому что в Ветхом Завете премудрость себя изображает, как запечатленный сад, наполненный разными ароматами. И все это нас возвращает к тайнам нашей веры и позволяет с большей полнотой, глубиной и новыми чувствами пережить то, что мы исповедуем, то, что мы празднуем во время литургии. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга.